10-го чемпионатного тура игрались в субботу. Наибольший интерес среди них вполне прогнозируемо вызвало минское дерби «Динамо» МТЗ «Репо», которое впервые прошло в декорациях бывшего Доридовского стадиона. И надо отметить, антураж матча оставил отличное впечатление. От души, а скорее всего от преданных футболу сердец постарались болельщики-фанаты обеих команд, благодаря которым игра смотрелась по-особому и на одном дыхании. К тому же и футболисты постарались на славу. В большей степени это, разумеется, относится к номинальным хозяевам – «Динамовцам». Такой вдохновенный и зрелищный футбол в исполнении «Белых-Голубых» мы, если и видели ранее, то короткими фрагментами. В субботу команда под руководством Слава Люба Муслина эффектно творила весь матч и добилась красивой победы с красивым счетом 5-0. «Динамовцы» здорово начали этот принципиальный поединок непримиримых и заклятых друзей. В 10-й минуте хозяева забили дважды. Сначала в суматохе после подачи со Шкрафного в свои ворота закатил мяч тракторозаводец Гиви Кварацхеве, продлив тем самым, извините Гиви за невеселую шутку, свою результативную серию до трех матчей. Через несколько минут перевес хозяев удвоил форвард «Белоголубых» Александр Гаврюшко. Тонким пасом ему ассистировал сыгравший в субботу со знаком качества Антон Путилов. 2-0. С таким счетом соперники ушли на перерыв. После которого подопечные Муслина грамотно взяли на вооружение стремительную контр-игру. И еще трижды огорчили сражавшегося на поле едва ли не в одиночку вратаряем Тазарепо Александра Сулина, которого партнеры-защитники порой просто бросали на растерзание шустрой динамовской линии атаки. В ней, кстати, находилось место и защитникам «Белоголубых». На 65-й минуте за «Динамо» впервые в официальных матчах забил Олег Перетила, которого подключил к наступлению Андрей Чухлей. 3-0 в пользу хозяев. 8 минут спустя отличился Антон Кутила. Хорошей передачей и своеобразный долг за собственный гол ему вернул Александр Гаврюшко. 4-0. Было заметно, что «Динамо» на этом не остановится. Так и случилось. Точку в разгроме эффектно поставил на 85-й минуте вышедший на замену Александр Лебедев. «Динамо» побеждает со счетом 5-0. А отголоском этого неожиданно крупного результата стало заявление главкома МТЗ «Репо» Юрия Пункуса на постноматчевой пресс-конференции. «Сегодня я еще раз говорю, я заверяю, что это не брава до слов. Вчера были выполнены все обязательства перед ребятами. Они сегодня шагают в ногу со временем в своих контрактных условиях. И поэтому, показав такую игру, ну, любой уважающий, наверное, тренер на моем месте поступил бы так же. Работать дальше, ну, это будет неправильно. Вот здесь уже тогда я могу, как бы, показаться, что я держусь за свое место. И только поэтому я продолжаю работать. Поэтому я четко уже обдуманно, это не эмоции, заявляю, что, ну, следующая после продолжительного перерыва игра с «Батэ», она должна состояться под руководством другого тренера в МТЗ «Репо». Все больше у меня ничего скажет.